В преддверии нового этапа реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды активисты Народного фронта разбирают ошибки прошлых лет и решают, как наказать недобросовестных подрядчиков. А таковых, увы, немало. В ОНФ обращаются жители, придомовые территории которых отремонтировали некачественно, не в срок и не так, как предполагал проект Элисмета. Мы говорим о том, что есть комплексная проблема. Есть недобросовестные подрядчики, есть неудачные проекты, есть халатные отношения к приемке работ. То есть есть комплекс проблем, нас интересуют результаты. Основной контролирующий орган этого результата фактически является все-таки муниципалитетом. Мы сегодня хотим показать, как есть положительные практики у нас, это, допустим, ГАФ-Пасад, ШУЭ, этапы 2017 года в Кинишме, так и есть остро-отрицательные практики по области. Негативных примеров тоже немало и в большинстве в областном центре. По улице Гагарина, 9, контракт еще не закрыт. По адресам Кольчугинская, 5, Сарментовой, 2, Победа, 15, работы не приняли жители. Хотя потрачено средств немало, около 6 миллионов рублей. Например, на Гагарина, 9, там не сделан уклон асфальта и стоят лужи. То есть к подъезду не пройти, все залито водой. На Кольчугинской, дом 5, там вообще несоответствие сделанных работ проекту. Там кусками положен асфальт, в общем, все недоделано, все в очень плачевном состоянии. Активисты УНФ уверены, недобросовестные подрядчики не должны быть допущены к контрактам следующих лет. Обо всех проведенных проверках общественники сообщат муниципальным властям. А если те не прореагируют и нарушения не будут устранены, в прокуратуру. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.